у всех у троих все опаленные снасти ни у кого нет ни силикона ничего нет нифига себе обалдеть не старая тебя люблю у друзья смотрите на этот рача бля объясните меня вот что вами движет вот людям интересно знать вот зачем это делать черт попутал друзья увидите в этих сетей вот вспомните пожалуйста о том что мы составили петицию на и президент украины окуни и щучка пошла пошла приветствовать друзья вы на туб канале все для клёва сегодня очередной рейд по конецким сетям мы в составе одесского рабоохранного патруля пойдем вверх по течению по днестру зайдем турничук и посмотрим там что творится хочу сказать большое спасибо всем небезразличным людям которые оставляют информацию на нашем вебер-сообществе все для клёва днестр и лично мне я там являюсь одним из администраторов поэтому получается наши рейды намного эффективнее когда мы знаем где конкретно стоят эти сети поэтому подключайтесь также к нашей работе будьте активным гражданином нашей украины и давайте вместе будем ее делать светлее чище и прекрасно подписывайтесь на наш инстаграм скоро для подписчиков инстаграма будет проводиться конкурс и сможете выиграть катушку удилище кормушки там и так далее еще одна общая информация для всех 28 марта 2020 года мы будем проводить субботник на берегу реки днестр на вся информация по поводу планировали наши субботника есть в обе сообществе все лёгкого днестр мы там все обсуждаем что мы будем делать как мы будем делать на какие средства и так далее поэтому если тебе есть желание если есть возможность поселиться к нам мы будем очень рады наша сегодняшняя задача проверить информацию от анонимного источника рейд наш проходит от маятского моста мы пойдем по днестру зайдем в турунчук первая информация которая у нас есть это сети которые стоят возле канала которые соединяют турунчук и озеро тудрово вторая информация это сети в селе троицкое между двумя островами вот здесь вот и третья информация это 2 понтонный мост которые за троицким вот здесь вот расположен и есть информация о том что эти незаконные орудия лова есть перед мостом и сразу же после моста вот эту информацию мы и будем проверять на 5 возле входа в канал тудорова вот они тычки вот они сети подавите их тут куча целая вон там раз он стоит два три четыре куньки уже все хана и были маленькая бутылочка на но грязная все эти шо духи дохлые же полный крыда м а и и и и и и Живой? Пускай. Возвращение. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Третья сетка, правда небольшие сети ставит браконьер Такие дорожки метров по 10 максимум Видно, что они стояли где-то, где-то у меня два нейра, да? Вон карасик живой, отлично, отлично И вон йог он живой, отлично Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 потерпи немножко сейчас не нормально нормально у него есть шанс шанс есть выжить до сейчас вот так Ну все, беги. Рейдов можно делать сколько угодно. Толк будет тогда, когда каждый браконьер задумается, стоит ли выходить на реку. А задуматься он может тогда, когда штраф будет высокий. А сейчас штрафы мизерные. Поэтому браконьеры ничего не боятся и организовываются в преступной группировке. Многие из них пишут в комментариях под моими видео, оправдывая себя тем, что нет другой работы, не могут другим способом прокормить семью. Но я считаю это банальной ленью и нежеланием что-либо менять в своей жизни. А также жлобством, животным страхом перед неизвестностью. Зачем чему-то новому учиться? Зачем что-то созидать? Создавать? Легче же взять. Вот так и происходит в наших землях, лесах, реках и озерах. Нас просто грабят. Давайте вещи будем называть своими именами. Нас грабят. У браконьера нет ни совести, ни закона, ни права. Есть только одно право. Право на беспредел. А когда это закончится? Тогда, когда прекратится наше безразличие. Когда заставим власть работать. Пока мы этого не поймем, нас будут иметь по беспределу. Тоже мелкая дорожка такая. И рак даже зацепился. Надо же. Два рачка на таких. Также считаю, что безразличие наших граждан – это главный порог. Это тоже способствует браконьерству. Если каждый отреагировал бы звонком на горячую линию в рыбоохранной патруле, браки бы задумались. Потому что знали бы, что любой увидевший из рыбаков позвонит и вызовет рыбоохрану. Также, если бы к дрочистам подошло 3-4 рыбака и сказали – вали отсюда. Не думаю, что у них появилось бы желание дальше багрить рыбу. От агрессивно настроенных рыбаков не получится откупиться. Поэтому нужно брать инициативу в свои руки. Тогда и будет результат. Только для этого нужно каждому рыбаку реагировать на это. А не так, что один бросил рыбачить и пошел высказывать свое возмущение против 2-3 человек. Остальные молча сидят и ловят рыбу. Что ты? Все же. А нет, живой-живой. Живой. Беги-беги-беги. Стой. Давай. Живой-беги. Давай. Живой, да? А-а-а. Беги. Беги. Давай, давай. О-о-о, пошла-пошла. Класс. На этом месте мы уже когда-то были, если помнить, тут браконьерский остров такой возле села Яски. Там Даша зеленый домик. Так вот мы опять смотрим эти сети, проверяем профилактический, скажем так, рейд возле этого браконьерского острова. Вот там были сети, вот здесь куча сетей. Потом проверяем еще разок. Один из сигналов пришел к нам из Троицкого. Мы находимся между двумя островами. Это первый остров, это второй. И вот такие вот бутылочки плавают, видите. То есть мы проверяем здесь места на наличие браконьерских сетей. Прямо возле второго острова. Вырвал. Да нет, это старье. Старая? Да. А вот за цепи там. Не зря наши ребята нам сказали. Дорожка такая. Золотой палки скорее всего. Золотой палки. Золотой палки. Золотой палки. Золотой палки. Золотой палочкой. Там тоже, да? Ну ладно, сейчас давай уже это вытащим. Кидайте, кидайте. но это все тройские браконьеры которые ставят здесь сети еще одна щитка это пустая привязана к дереву видите все на лодках все на лодках слушайте такое ощущение что просто клондай какой-то с этих сетей есть супер это сеть что-то пустая тоже вообще просим прощения что не успеваем вытащить их всех там четыре или пять огоньков просто сетей столько что просто капец просто усыпано усыпанность наша река сетями сетка на сетке друзья просто капец какой-то и тут просто миллионы я хотел бы обратиться в данный момент сейчас активистам села тройского ребята у вас вообще беспредел какой-то просто беспредел между двумя островами миллион этих сетей неужели нету праву вот на вот этих людей которые стоят прямо здесь которые ставят эти сети вот прямо можно вот по этим вехам сейчас снимать сети наверняка вот там они тоже стоят просто кошмар просто реально не успеваем даже освободить их несчастных 4 5 огоньков потому что очень много работы это все потому что у меня такое ощущение что здесь они просто никогда не видели рабоинспекцию такое ощущение и слава богу что такие ряды проводится два конька 3 только аж одну вытащили и вот здесь вот она вот так но он сразу 2 следующий да то есть одна заканчивается есть 2 языка начинается ранечко ранечко давайте освободить ее хотя бы она быстро укачивается ничего страшного так вы сейчас может быть километров сетей найти ебать если она одна к одной сети привязаны то это как раз кому клондайк красавица еще одна все лишь забрать или там все-таки еще одна есть пошла-пошла-пошла-пошла-пошла пока ищем сеть у нас проводится спецоперация по освобождению окуня он лодочка лодочка оба вот ребятки какие-то еду к выпускать выпусками у беги forest огонь и здесь да а а а а а а а а а Добрый день. Добрый, добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. А что там положили? Что, бензопилочка? Маленькая, ручная, и не собирать песняк. Дрова возят. Ага. Машнячок едем собирать. Понятно. Мы не браконьеры, не рыбаль. Спасибо нашим неравнодушным подписчикам канала Всегда Клево, которые подсказывают, где искать этих браконьеров. И по нашим информациям это все роколовки, по идее, должны быть. Посмотрим, что это. А, не сесть, смотри. Косынка. 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 И так на каждой, вы видите? Казалось бы. Вот кто их ставит? Ну, как вы думаете? НЛО. Да. Это кто на мосту здесь работает? Да, фанточки, видать, сами ставят. С подвесчиком одним. Так. Рашница. Раз, два, три рака. Я хочу сделать вывод, что понтончики тут ставят эти сети. Другим тут вариантом, кто тут может это делать. Но я, например, не знаю. Ну, или, по крайней мере, под их ним это все покровительством. Да, они тут охраняют и ставят. Ну, да, охраняют и ставят. Идем дальше. Куда-то мы дойдем, а обратно... В пыльеще, елки-палки. С палкой. Это, как я понимаю, рачница, да? Я даже не знаю, что это. Аккуратно. Там можно он за палку взять? А, она-то привязана, скорее всего. Сельм. Косынка. Акунечки. Вот раз. И вот там две, два, три. Такие же самые. Ну, ждать? Есть. Рыбка бедная. Ох ты, ты. Видишь? А я как раз строюсь. Вот. Что-то. Видишь? Взрыв Давай выпустим, ё-моё, блин, мне так жалко его. О, отлично. Давай куньковку выпускаем, слушай, ну жалко, блин. Друзья, вот видите, в этих сетях, вот вспомните, пожалуйста, о том, что мы составили петицию на имя Президента Украины по поводу увеличения штрафов за использование и продажу браконьерских оруделов, поэтому прошу вас поддержать наше начинание, чтобы браконьер в следующий раз, 300 раз подумал, стоит ли ему ставить сеть. Друзья, по нашей оперативной информации сейчас где-то примерно через полчаса должны тут ехать браконьеры, вот. У нас пока есть возможность, еще полчаса есть, ждем их. Есть возможность повыпускать рыбу и раков, давай. Есть такое дело. Да-да. Тихо, тихо, тихо. Он тут. Так. Давай. Так. Давай. О, отлично. Беги. 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 Помню. Беги. Беги. Вот даже, наверное, не верит своему счастью в Слышь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, кто хочет строиться, кому нужны кирпичи, арматура, милости просите в Одесский рыбоохранный патруль. Все достанется вам, если вы будете ходить в рейды, вся арматура будет ваша. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Идем до моста! По винтерам вижу, да? Нет! А где винтер? Вон в чешуне вся рыба. А то витро старое. Витро старое? Добрый день! Добрый день! Пожалуйста, а зачем вы занимаетесь браконьерством? Я не хочу вас учить, вы старше меня, но вам не кажется, что вы занимаетесь немножко не тем, чем надо? Кажется. Ну, только зачем тогда вы это делаете? 49 окуней, 3 тараньки, 1 подлещик, 1 щука и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 карасей. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день!